Друзья, снова приветствую вас на портале обучения и саморазвития. И сегодня мы снова будем изучать необычную поэзию Хокку. В прошлый раз мы уже разбирали, как писать именно русские Хокку, а теперь давайте более внимательно попробуем вникнуть в настоящие традиционные японские традиции написания этих замечательных стихотворений, так как это направление поэзии возникло все-таки именно в этой замечательной восточной стране во времена средневековья. Обычно утверждается, что как жанр Хокку возник в 15 веке, а сам стиль Хокку дословно переводится с японского как начальные строки. Изначально подобные стихи обычно писались в жанре ренга, что переводится как сцепленные строки. Но достаточно быстро Хокку стали писаться и отдельно, как самостоятельные стихи и стали довольно известным видом поэзии в тогдашней Японии. Хокку Мацуо Басё Одним из самых известных и гениальных поэтов, писавших в стиле Хокку и Ренга, был Мацуо Басё 1644-1694. Он считается первым, кто начал писать трехстишие отдельно и одним из лучших писателей Хокку за всю историю. Сам Басё рекомендовал начинать написание Хокку с проникновения во внутреннюю жизнь предмета или явления. А после этого поэту просто надо было перенести это свое внутреннее состояние на бумагу. Если сделать это просто и немногословно, то это и будет хороший Хокку. Басё говорил о состоянии Саби, что в переводе означает «просветленное одиночество». Оно позволяет поэту видеть внутреннюю красоту вещей и явлений, выраженную даже в очень простых формах. Сам Басё всегда жил скромно и очень много путешествовал. При этом не имел почти никакой собственности, хотя при этом был довольно знатного происхождения. До сих пор он считается одним из самых ярких примеров для подражания начинающих поэтов. Прочтите несколько его Хокку. Старый пруд. Прыгнула в воду лягушка. Всплеск в тишине. Прощальные стихи на веере хотел я написать. В руке сломался он. «А ну, скорее, друзья, пойдем по первому снегу бродить, пока не свалимся с ног». Еще одной из значительных личностей в истории Хокку был Масаока Сики, 1867-1902 год. Именно он ввел еще одно альтернативное название «Хайку», что в переводе означает комические стихи. Масаока Сики провозглашал принцип объективности как самый главный. То есть, образы и темы для Хайку надо было брать из собственного реального опыта, а не из воображения. Также в его понимании следовало по возможности убирать фигуру самого поэта и его суждения из текста Хайку, а также минимизировать эпитеты и сложные слова. Вот несколько его известных Хайку. Чищу грушу, капли сладкого сока ползут по лезвию ножа. Убил паука, и так одиноко стало в холоде ночи. Груши в цвету, а от дома после битвы лишь руины. Поэтому теперь мы будем называть наши стихи именно Хокку, а не Хайку, чтобы не ограничиваться темы написания, до смешных и комических. Так как я сам предпочитаю довольно часто писать на различные философские темы. Также хотелось бы остановиться на классической рекомендации писать Хокку в три строки и 17 слогов. Написание в три строки практически даже не обсуждается. Это дает Хокку необычный ритм и отличает его от других видов поэзии. Но, несмотря на это, иногда встречаются люди, пишущие Хокку даже в одну строку. Но это скорее носит больше вреда Хокку, чем пользы. Поэтому мы остановимся все-таки на трех строках. Есть различные варианты рекомендаций, что конкретно стоит писать в различных строках Хокку. Например, первая. Первая строчка говорит, о чем пойдет речь. Вторая. Вторая раскрывает смысл первой. Третья. Третья строчка делает неожиданный вывод из всего этого. Что глупей темноты? Хотел светлячка поймать я и напоролся на шип. Мацуо Басё. Или такой стандартный пример. Кладбищенский забор не может больше сдерживать напоры тюльпанов. В этом Хокку также содержится и противопоставление живых и неживых объектов, что тоже вносит неплохое разнообразие и контраст в Хокку. Но в любом случае очень приветствуется, когда одна из строк очень сильно меняет суть самого Хокку. Есть и другие варианты расположения смысла по строкам. Легко можно сделать наоборот, ведь часто для указания темы Хокку достаточно только первой строки, а остальные строки уже могут подводить неожиданный итог. Например, «Поёт цикада, но мой старый отец глухой». Масоака Сики. А вот со слогами в Хокку гораздо меньше определенности. Да, обычно Хокку пишется в 17 слогов, а именно 5 из них в первой строке, 7 во второй и снова 5 слогов в третьей строке. Но это в идеале. А вот на практике даже сам великий Басо иногда не придерживался этой схемы. Да, и не только он. У других классиков Хокку тоже встречается отхождение от традиционного размера. В Хокку важнее душа, чем форма. Также есть много рекомендаций не слишком концентрироваться даже на этом аспекте написания, так как в Хокку важнее душа, а не внешняя форма. Также напомню, что по традиции в Хокку не важна даже рифма. Так что во имя хорошего Хокку можно пренебречь и этим. Но и это еще не все. Также многие исследователи и филологи отмечают, что само написание японскими иероглифами существенно отличается от написания на других языках по длительности, ритму и информативности. Например, проблемы могут возникать даже при написании на русском или английском языках. Обычно считается, что в среднем для сохранения такой же информативности, как в японском аналоге, надо писать на русском языке немного более длинно и большее количество слогов. А на английском языке, например, наоборот, более коротко. Также обычно одинаковые японские иероглифы имеют больше различных значений, чем в русском языке. Например, один и тот же иероглиф может означать и вечер, как время дня, и настроение, такое, как предаваться печали. Поэтому создавать многозначительные и слегка едва уловимым оттенком настроения хокку легче на японском. Но, как говорится, мы не ищем легких путей. Поэтому я предпочитаю придерживаться традиционного размера при написании хокку на русском. Хокку лучший тренажер для ума и воображения. Да и получается, что тогда написание хокку для нас превращается в еще большую гимнастику для ума, чем для самих японцев, так как нам приходится умещать всю красоту чувств нашей сверхбольшой и широкой души в еще меньшее количество слов. Вообще, хокку, как давно доказано, развивают неординарное и индивидуальное мышление. Поэтому сейчас написание хокку используется даже в психотерапии, так как при написании хокку человек пишет в основном не словами, а образами и чувствами. Поэтому, когда интеллект отходит на второй план, говорят, что можно даже услышать свою душу. Ну или просто, как минимум, расслабиться и морально отдохнуть от чрезмерного думания. Так что, наверное, одно из самых замечательных и положительных влияний традиционного японского хокку – это умение открывать свою душу и впускать в нее творческие порывы вдохновения. И это действительно замечательное умение, так как известно, что все самые великие открытия, картины, стихи, музыку и многое другое появились на свет именно таким путем, а не путем напряженного обдумывания, которое зачастую только мешает выходу на свет вашей первозданной и чисто творческой энергии. И действительно, как говорят эстеты, что практически никогда шедевры не создаются путем просто идеальной техники и шаблонной работы. Так что желаю научиться слышать себя и создавать шедевры во всем, чем вы занимаетесь, а не просто хорошо выполнять свою работу. Ну а для этого рекомендую меньше бояться, больше экспериментировать и расслабляться. Ну и, конечно же, не забывайте тренироваться в сложении стихов хокку. Ну а чтобы вооружить вас совсем до зубов и сделать почти профессионалами мудрости стихосложения, в следующий раз я дам еще немало оставшихся традиционных японских рекомендаций по сложению хайку. А также, наконец, приведу много разных примеров моих личных стихотворений хокку на русском языке, на разные темы от простой природы до сложной философии. На этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю встречу. Если у вас остались какие-либо вопросы, смело обращайтесь, пишите. Мы попытаемся ответить на все ваши вопросы. Если кому-то нужно помочь, мы сможем поддержать и помочь по нашим возможностям. Но на этом еще не конец. Вернее, все только начинается. Большая просьба именно к тебе лично. Не забудь подписаться на этот канал обучения, общения и саморазвития, чтобы каждый день становиться все успешнее, осознаннее, добрее и мудрее, развиваясь вместе с нами и нашими экспертами. А главное, общаясь с огромным сообществом развивающихся в разных направлениях людей, среди которых легко сможешь найти себе по-настоящему правильных друзей со схожими интересами, которые будут тебя мотивировать к новым достижениям. Не бойся дружить, советовать и помогать другим в комментариях. И, конечно, чтобы получать оповещения о последних и самых полезных видео, рядом с подпиской необходимо нажать и на колокольчик. Также не забудь поставить лайк, если тебе понравилось видео. Напиши свое мнение или вопрос по теме, а другие зрители и наши эксперты постараются отвечать максимально быстро и развернуто, ведь мы читаем все комментарии. Поддержи нас и развивайся вместе с нами. Ну и, конечно, если ты больше любишь читать, то заходи на наш официальный сайт «Портал обучения и саморазвития», где можно найти тот же материал и в печатном виде. Ссылка на эту статью на сайте будет в описании. А если у тебя есть возможность поддержать развитие проекта материально, то найдешь там же и ссылочку на пожертвования и помощь каналу. И главное, не забудь поделиться этим видео с друзьями. Давай делать больше хороших дел, распространять знания и помогать друг другу. Доброты и мудрости, к сожалению, так не хватает этому миру. А на этом будем прощаться. Рекомендую посмотреть и другие видео, в том числе на непривычные для тебя темы. Важных направлений саморазвития на самом деле очень много, поэтому мы подготовили большой набор лучших материалов, чтобы каждый мог найти нужное, а также имел возможность развиваться в разных темах, а не только зацикливаться одной, сужая тем самым свое видение, мышление и мировоззрение. Естественно, желаю тебе в любом случае мудрости, любви, успеха и всех остальных благ. Хорошего и продуктивного тебе сегодняшнего дня. А сейчас отправляйся заниматься полезными и добрыми делами в реальной жизни. Или, чтобы стать еще мудрее, переходи к просмотру следующего видео на автовоспроизведении или из тех, которые ты сейчас увидишь перед собой на экране. Всем добра! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok